Добрый день, коллеги! Скажите мне, пожалуйста, тоже сориентироваться, всё ли в порядке. Мы не успели сегодня проверить связь, слышно ли меня, видно ли меня огоньками. Мне, пожалуйста, подскажите. Всё увидела. Благодарю. Замечательно. Тогда мы с вами начинаем сегодняшние наши темы. Итак, мы поговорим сегодня о научных мероприятиях, которые, опять же, да, всё-таки для аспирантов и докторантов, насколько полезно вообще участвовать в научных мероприятиях или это лишняя трата времени. Не случайно так тему сформулировала, потому что очень часто вижу, что это не нужно делать, потому что слышу от тех, кто приходит консультироваться или от тех, кого встречаю просто в рабочих, по рабочим вопросам, да, что люди говорят, не надо туда ходить, время лишнее тратить, публикации зачитываются только из перечня ВАК, и поэтому здесь нечего делать. Вот хотелось бы на эту тему сегодня всё-таки поговорить чуть подробнее, чтобы прояснить эту ситуацию. Для этого предлагаю рассмотреть три важных вопроса. Во-первых, разберёмся с форматами научных мероприятий, то есть когда вы выбираете, что учитывать, на что нужно обратить внимание. Второе. Как решить для себя вопрос, выступать мне или не выступать? Понятно, что в разный период времени он, наверное, будет решаться по-разному. Сегодня это обсудим, и я подсвечу те особенности и нюансы, которые тоже стоит учитывать, принимая решение по этому вопросу. Ну и следующий вопрос – это как использовать потенциал научных мероприятий для продвижения в диссертации, то есть чтобы вы понимали чётко, зачем, для чего вы всё-таки решаете принять участие в мероприятии, чтобы у вас не было ощущения, что это напрасная трата времени. Так, Наталья написала, что звук пропал. Коллеги, меня слышно? Или огонёчек, или в чат? Всё, слышно, да? Наталья, вероятно, это у вас проблема, может быть, попробуйте перезайти, или Татьяна, подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы... Ну всё, благодарю. То есть это просто такая единичная проблема. Хорошо, друзья, давайте тогда начнём с первого вопроса, поговорим о тех форматах научных мероприятий, которые распространены, они вам известны, тут ничего нового не будет, но мы с вами должны для себя, да, то есть вообще все наши встречи вам рекомендую прилагать к себе, к своей ситуации, поэтому давайте разберёмся. Опять же, я сегодня не ставлю целью рассмотреть вообще все-все-все форматы, которые существуют. Наша задача рассмотреть наиболее распространённые для того, чтобы вы поняли, нужен вам этот формат, нужно вам в этих мероприятиях участвовать или нет. Первое – это формат научных семинаров. Понятно, что иногда бывают такие форматы, когда это заседание кафедры, например, и вы там можете выступить, но это не научное мероприятие. Мы сейчас говорим именно о мероприятиях, которые проводятся для того, чтобы обсуждать научные вопросы. И самый такой простой формат научного мероприятия – это семинары. Семинары традиционно проводятся в вузах или в научных организациях. Учитывая сейчас распространение дистанционных форматов, то часто вы можете принять участие в них онлайн, не приезжая на это мероприятие лично, ну и, естественно, при желании, если оно проходит это мероприятие очно, то можно принять участие и очно. Чем отличаются научные семинары от прочих мероприятий? Ну, во-первых, это часто бывают мероприятия целевые, например, аттестовать аспирантов, или, например, послушать, значит, претендентов на должность, или еще что-то. То есть, и часто это бывает очень-очень узкая тема. Кроме того, раз это научный семинар, чаще всего, это небольшой круг участников, и традиционно в рамках семинаров не подразумевается наличие каких-то публикаций. Поэтому, если мы говорим, задаемся вопросом, вот я, например, вижу какую-то информацию о научном семинаре, я пишу, я являюсь аспирантом, допустим, и думаю, надо ли мне принять участие или не надо. Я понимаю, что, в принципе, если мне тема интересна, можно послушать эту тему. Если у вас есть возможность на таком мероприятии выступить, может быть, имеет смысл рассмотреть такой вариант. Почему? Потому что небольшое количество участников, достаточно комфортная для вас будет обстановка, если это в вашей прям организации. Ну, а если это не в вашей организации, и есть возможность выступить, то почему бы нет попробовать свои силы на небольшое такое внешнее сообщество выступить. Как научные семинары можно найти, и, соответственно, как на них присоединиться к этим семинарам. Я работаю в институте экономики Российской Академии Наук, и у нас на сайте вы можете посмотреть мероприятия, которые проводит наша организация. Если вы интересуетесь другими темами, я показываю на примере нашего сайта, как это сделать. Соответственно, вы можете найти любую научную организацию, которая вам интересна, и посмотреть, проводят ли они научные семинары. У нас научных семинаров очень много. Если вы зайдете на сайт, вы увидите в верхней части меню, горизонтальное меню, нужно войти на вкладку «Мероприятие», и там откроется большой-большой перечень семинаров, которые мы проводим. Их проходит настолько много, что вот, например, на слайд я сейчас только обратила внимание, что два семинара в один день. Просто они в разное время идут. У нас на сайте есть сразу доступ к этим семинарам, и, соответственно, если вам интересно посетить какое-то из этих мероприятий, пожалуйста, можете присоединиться. Завтра наш филиал проводит мероприятие «Научный семинар технологического развития регионов России». Пожалуйста, если вам эта тема откликается, можете зайти и посмотреть, как проходят семинары, и чем они вам могут быть полезны, чтобы не тратить время на поиск информации, и пока просто понять, вот эта вот форма мне подходит в принципе или не подходит. То есть в таком формате взаимодействия, если вы не заявлены спикером, вы просто будете слушателем, но вы имеете возможность задать вопросы, пообсуждать какие-то моменты выступлений, то есть поучаствовать в дискуссии, то есть в целом полезная форма. Следующая форма научных мероприятий, естественно, общеизвестная форма, традиционная форма – это конференция. Конференции бывают разного уровня. Сейчас, естественно, организаторы стараются заявить всероссийский уровень или международный уровень или всероссийская с международным участием, то есть вот какие-то такие, не вузовская, не региональная, ну просто по разным причинам, сейчас мы их не будем обсуждать. Если вы видите информацию о конференции, то традиционно, что мы про это мероприятие можем сказать? Традиционно конференции проводятся либо вузами, либо научными организациями, но не случайно я на слайде написала прочие организации. Вот конференция – это тот формат, та форма научных мероприятий, когда вы можете столкнуться с тем, что конференцию, научную конференцию, она заявлена как научная конференция, а ее проводит совершенно не научная организация, то есть какая-нибудь ООО там и что-то там, какие-то, какое-то название. Если вы пытаетесь найти, что это за ООО, вы понимаете, что оно к науке не имеет ни малейшего отношения, но при этом проводит научные конференции. Здесь, безусловно, нужно озадачиться вопросом, а для чего вам конференция, мы чуть позже об этом поговорим, и надо ли вам в такой конференции принимать участие, поэтому я обращаю внимание, что все-таки вузы и научные организации как организаторы конференции – это важная такая метка, на которую стоит посмотреть. Конференции позволяют более широкое участие для себя организовать, это очное, онлайн или заочное. Про заочное участие чуть попозже поговорим, то есть у вас здесь более широкий выбор, как вы можете использовать конференцию для себя. Конференция, настоящая, скажем, научная конференция, все-таки является профильной конференцией, то есть раз она проводится в каком-то вузе или научной организации, то она проводится по тем темам, разработка которых ведется в этих организациях. Если же, почему, опять же, на слайде указала, не всегда, вы можете столкнуться с ситуацией, особенно если вы начинающий исследователь, вы можете столкнуться с ситуацией, что вам приходит, особенно по рассылке, например, информационное письмо, в котором вас приглашают поучаствовать в конференции, и там направление конференции перечислено 15 штук, 10-15 штук, вообще обо всем, вот любые науки, и можно прямо в конференции поучаствовать. Но это сразу должно вызвать у вас некое напряжение, потому что понятно, что если мы говорим о конференции, которая реально проводится, то, естественно, сложно очень собрать на одной площадке такое разнообразное, такое многообразие специалистов по разнообразным темам. Поэтому обычно настоящая реальная конференция так не проводится, да, делятся на разные мероприятия, и они такие вот целевые профильные. Поэтому на это тоже обратите внимание, когда будет смотреть информационное письмо или информацию на сайте. Конференции, в отличие от научных семинаров, например, которые просто, вот семинар, просто выступление, обсуждение, конференция имеет разную структуру внутри временную, да, традиционно это пленарное заседание, которое открывает конференцию, на котором выступают наиболее знаковые, приглашенные спикеры, эксперты в этой области, и потом осуществляется работа секций. И, естественно, если вы начинающий исследователь, то вам нужно стремиться попасть или выступить, если сейчас опять же будем говорить о том, надо ли выступать, не надо ли выступать. Но если вы решите, что вам нужно выступить, вам нужно пробовать попасть с докладом в какую-то секцию. Выбираем секцию максимально близкую по направленности к теме вашей диссертационной работы, к теме вашего исследования. Что касается конференций по статусу участников, безусловно, количество участников, их статус и так далее, зависит от самой конференции. Чем более знаковая конференция, тем обычно более масштабная она проводится, с привлечением более авторитетных исследователей. И выступают они, могут выступать не только на пленарном заседании, но и, например, модерировать секции, достаточно известные ученые. Ну и когда мы говорим о конференции, мы понимаем, что это не только возможность выступить, как, например, на научном семинаре, но это возможность опубликовать статью. Практически все конференции, за редчайшим исключением, просто точечные, которые не подразумевают публикации. Поэтому здесь мы знаем, что мы можем разные для себя возможности в конференциях использовать. И в зависимости от того, что именно вас интересует, предпочесть либо, например, научный семинар, либо конференцию. Что касается того, как мы, вот, информационное письмо или информация о конференции на сайте может выглядеть и на что мы здесь обращаем внимание. Пожалуйста, в качестве примера я привожу конференцию, которая будет проходить в ЛТИ. Во-первых, обращайте внимание, что на некоторых конференциях прям указан кто. А, друзья, у меня нет указочки, да? Сейчас виден, да, наверное, появился курсор. Обращаю ваше внимание, что здесь указано, что это конференция молодых исследователей. Если вы по возрасту не проходите под эту категорию, это категория исследователей до, опять же, чаще всего в информационном письме написано, ну, это 30-35 лет, в зависимости от того, какую диссертацию вы готовите. Следовательно, тогда вы понимаете, что, может, вы и хотите в ней участвовать, но вы не сможете в ней участвовать, потому что вы не относитесь к категории молодых исследователей. Если можете, то, соответственно, мы обращаем внимание, кто организатор этой конференции. Обращаем внимание, посмотрите, здесь язык конференции английский. Опять же, если вы не владеете английским языком, вы не сможете принять участие в конференции по той простой причине, что вы не сможете, ну, по крайней мере, выступить, например. Мы видим, что тема, заявленная о конференции, конкретная, да, и вот они перечислены направления. То есть это не из серии, что здесь и экономика, и респруденция, и педагогика, и электроника, и там техника, и все-все-все на свете. Очень все конкретно, очень все четко. Что касается, я здесь фрагмент информационного письма, понятно, что оно больше, там больше условий, здесь есть возможность опубликовать статью и так далее. Что касается более серьезных, более крупных, имеется в виду, мероприятий, таких как симпозиумы, конгрессы, форумы, саммиты и так далее. То есть здесь, что бросается в глаза, в чем отличие этого формата научных мероприятий, в том, что традиционно организатор, либо это одна какая-то очень крупная, очень такая значимая организация, предположим, у нас в Институте экономики Российской Академии наук, проходит симпозиумы и форумы. То есть как бы это не организация, которую никто не знает, это как какие-то ведущие исследователи в этой сфере. Ну и кроме того, туда подключается часто несколько соорганизаторов, среди которых могут быть органы власти представлены, потому что если тематика затрагивает, скажем так, развитие территории страны или еще что-то, то органы власти здесь совершенно логичным образом могут включаться. Традиционно на эти мероприятия, участие в этих мероприятиях подразумевается очное или онлайн, если вы не можете приехать. То есть как такового заочного участия здесь сложно себе представить, то есть единственное, если вы посмотрите там записи, например, если это будет организовано вообще. На симпозиумах конгрессов, естественно, идет профильная тема, которая заявляется, она может быть достаточно крупной темой, то есть это не узкая тема, как на научном семинаре, ну потому что подразумевается большое количество участников, и для того, чтобы их привлечь, тема должна быть и интересна, и актуальна для этого большого числа участников. На симпозиумах могут по-разному быть, с точки зрения программы симпозиума построены, может быть пленарное заседание, а может не быть пленарного заседания. Часто в рамках этих научных мероприятий не просто проходят, как на конференциях, секционные заседания, а существует параллельно, то есть много мероприятий как бы в рамках проходят. Это могут быть круглые столы, это могут быть дискуссионные площадки, это могут быть какие-то сессии, где обсуждаются какие-то практические кейсы в рамках заявленной темы. То есть здесь у вас больше шансов посмотреть разные форматы внутри одного мероприятия. Ну и если мы говорим о публикации, то не всегда есть такая возможность, иногда эти мероприятия проводятся для очного участия, для взаимодействия в рамках этих мероприятий, а не для того, чтобы появились публикации. Хотя, безусловно, есть и большое количество научных мероприятий данного типа, которые предполагают публикации. Но, безусловно, здесь более серьезные будут требования к публикации, поскольку статус мероприятия выше. Если мы говорим о симпозиумах и конгрессах, то, пожалуйста, опять же, в качестве примера я вам на слайд вынесла научный конгресс международный, который будет проходить в ноябре текущего года в Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете. И вот, пожалуйста, мы можем с вами увидеть, кто приглашается на мероприятие, и мы можем посмотреть форму участия в конференции, в данном случае названа конференция, да, только очная, только выступление с докладом. То есть я не могу туда направить статью и просто на этом, ну, поставить себе галочку. Поэтому вот здесь вот эти вот моменты, но если мы смотрим язык проведения конгресса русский-английский, то есть, опять же, если вы не владеете английским языком, вы можете принять участие на русском языке. Поэтому вот эти нюансы при выборе того, как мне поступить, да, то ли мне потратить на это время свои ресурсы, то ли нет, вот эти нюансы мы с вами учитываем. Что касается выбора, надо ли мне принимать участие, не надо ли мне принимать участие, давайте прям вот пошагово. Первое, с чего мы начинаем, как и многие решения просто в жизни мы принимаем, с понимания того, а для чего вам нужно это участие. Друзья, я прошу вас включиться немножечко в наше обсуждение. Напишите, пожалуйста, как по-вашему, какие по-вашему могут быть цели участия в конференции, в форуме, в симпозиуме и так далее. Можно просто одним-двумя словами, неполным предложением, для того, чтобы мы быстро соориентировались. Вот представим, что человек является аспирантом или докторантом, для чего ему вообще участвовать в научных мероприятиях, что он там может получить с вашей точки зрения. Заявить о своих наработках, услышать обратную связь. Прекрасно. Елена, еще. Друзья, смелее, смелее, включайтесь, пожалуйста. Это очень важно. Вот то, что написали, это очень важно. Действительно, представить результаты своего исследования, пусть даже текущие результаты, пусть не окончательные результаты, это очень важно. Еще что может быть? Так, публикация, безусловно, для поиска оппонентов на защиту. Прекрасно. Ольга, прекрасно. Еще, еще. Что еще? Важно. Свои интересы. Какие интересы? Просто интересная тема, да, например. Хорошо. Давайте, пока вы пишете, я, к сожалению, в этой вебинарной комнате не вижу, пишете вы или нет, поэтому, чтобы не затягивать, давайте мы посмотрим, какие цели участия в научных конференциях могут быть у аспиранта или докторанта. То есть я сейчас отвлекаюсь от ситуации, когда вам нужно участвовать в конференции, потому что это предопределяет ваш трудовой контракт, например. Да, мы сейчас про это не говорим. Узнать о конкурентах в разработке. Это прекрасная цель, на самом деле. Первое, это, конечно, публикация. То есть мы с вами понимаем, что аспиранту и докторанту нужны публикации, и, безусловно, это не только публикации в рецензируемых изданиях, это более широкий перечень публикаций, поэтому публикации в материалах конференции нас очень устраивают. Второе, это, конечно, выступление. Мы с вами понимаем, что написать диссертацию недостаточно. Мы должны будем ее защитить. Что значит защитить? Мы будем выступать. Мы будем выступать, и мы будем отвечать на вопросы, докладывать о своей теме и так далее. Даже просто научиться проговаривать терминологию своей темы, уверенно говорить. Это очень важно. Третье, это, возможно, если вы едете на профильное или участвуете на профильном научном мероприятии, то вы можете погрузиться в свою тему более серьезно. То есть вы не просто видите конкурентов, кто изучает вашу тему. Вы, может быть, получите возможность задать вопросы, разобраться в своей теме лучше, чем если бы вы просто дома сами пытались изучить в ней какие-то детали. Ну и, безусловно, безусловно, это коммуникация. Мы можем найти официальных оппонентов, мы можем найти, например, экспертов. Если вы, допустим, проводите какой-то экспертный опрос в рамках своего исследования, и вам нужны такие эксперты, вы можете найти соавторов, вы можете найти людей, которые напишут вам потом, предоставят отзыв на автореферат. Вы можете просто найти людей, которые занимаются этой же темой, для того, чтобы у них потом как-то проконсультироваться. Поэтому вот все эти цели, они важны, но на разных этапах у вас могут быть разные цели. Предположим, если я только начинаю свой путь, я вообще, например, боюсь еще выступать. Я еще не погрузилась в свою тему. И, может быть, даже публиковаться я пока не готова. Может быть, я только-только, вот сейчас только октябрь месяц, я вот, может быть, только в сентябре поняла, что все, я начинаю писать, ну, буду, хочу писать диссертацию, я только определилась с темой, я еще вот-вот только-только. А сейчас осенью очень много идет научных мероприятий. И я думаю, нет, мне пока рано, я не буду тратить на это время. Не совсем согласна с этим утверждением. Обязательно нужно посещать мероприятия на этом этапе включения в вашу тему, потому что именно такое мероприятие, ну, только не на любую, конечно, конференцию надо, а только на профильную конференцию, где реально вы можете послушать качественные доклады, посмотреть качественные выступления и так далее. Вы заодно можете вот это сделать. Ну, и даже если вы пока стесняетесь, вы, например, вчерашний студент, и вы стесняетесь еще коммуницировать, ничего страшного, идите туда просто слушать, привыкайте вот к этим мероприятиям, и потом постепенно будете цели свои расширять. Да, сначала я пойду послушаю, потом я попробую публикацию написать, а потом я осмелею и буду выступать и коммуницировать. Так тоже можно. Что еще нужно учитывать, когда вы выбираете мероприятие? Вот уж точно вы зря потратите время, если вы выберете некачественное мероприятие. Я не случайно заключила слово «качество» в скобке, в кавычки, потому что, ну, ясна мысль, о чем я. Нам нужно выбирать мероприятие, которое действительно вы сможете взять для себя в копилочку. Оно для вас будет полезно. Какие здесь могут быть критерии для определения того самого качества мероприятия, в котором стоит участвовать или не стоит участвовать? Во-первых, те мероприятия, которые проходят очно, да, безусловно, даже если они проходят просто в УЗИ, не важно, даже если вы живете где-то в маленьком городе, у вас маленький ВУЗ, но мероприятие проходит очно, скорее всего, в нем вы больше пользы найдете, чем это мероприятие проходило просто заочно. Почему? Потому что там просто собрали бы с людей публикации и все. То есть намного больше целей вы можете закрыть очным мероприятием. Кроме того, на очные мероприятия все равно приглашаются авторитетные участники, исследователи, которые открывают это мероприятие, выступают на пленарном заседании, являются модераторами или еще что-то, да, может быть, и иногда в научных мероприятиях проводятся конкурсы работ, и они могут оценивать конкурсные работы, то есть здесь вы можете встретиться с исследователями, которые действительно занимаются вашей темой. Кроме того, смотрим на то, как часто проходит это мероприятие. Если это мероприятие какое-то, знаете, такое с историей, 5-я Всероссийская конференция или 25-я Всероссийская конференция, понятно, что этому мероприятию можно доверять больше, но здесь обращайте внимание на периодичность проведения этого мероприятия. Если это мероприятие 25-е, потому что оно происходит раз в месяц, да, то есть каждый месяц оно проходит, то понятно, что это не то мероприятие, на какое нужно тратить время. Следующее. Естественно, на тех научных мероприятиях, где нельзя поучаствовать просто публикацией, а публикацию у вас принимают только в том случае, если вы будете выступать с докладом, конечно, качество таких мероприятий обычно бывает выше, ну, потому что ваши публикации потенциальные, которые потом будут опубликованы, вы превращаете в доклад, его кто-то будет слышать, и понятно, что совсем там слабую работу навряд ли возьмут, и поэтому качество, опять же, мероприятия можно ожидать более высокое. По теме уже говорила, то есть конкретная тема, либо какая-то узкоспециализированная тема, то есть чем шире тема, а мероприятие называется, например, конференция, то это плохо для вас, как некий сигнал такой, некой непонятности. Конечно, если это форум или симпозиум, да, тема может быть достаточно широкая. Ну, и тоже уже говорили, это авторитетные организаторы, смотрите, что это, вот я вам приводила на слайдах, специально научные и образовательные организации высшего образования, то есть это Уральский федеральный университет, ЛТИ в Санкт-Петербурге, да, то есть это Российская академия наук, то есть это авторитетные организаторы, понятно, что качество этих мероприятий будет на уровне, потому что сами организации, я сейчас не имею в виду, что только в этих, да, но тем не менее, да, мы смотрим на статус самих организаторов и понимаем, что будут они стараться ради своего статуса или нет, проводить на достойном уровне научные мероприятия. Следующее, что мы с вами смотрим, это, безусловно, сроки. Сроков у нас в рамках научных мероприятий несколько. Это срок проведения, то есть когда будет проходить конференция или симпозиум, вообще сможете ли вы физически быть в это время доступны для того, чтобы принять участие, неважно, это онлайн или вы поедете туда, то есть вообще есть ли у вас такая возможность. Второй срок – это срок приема статей. Предположим, вы хотите поучаствовать на конференции, а срок приема статей завтра заканчивается, крайний срок. Понятно, что если я бы сегодня поделилась с вами таким информационным письмом, вы не сможете это сделать. Но здесь маленький лайфхак. Значит, если вас эта конференция очень сильно интересует, и у вас уже, вы вот уже пишете диссертацию, у вас есть наработанную, то есть не то, что с нуля, а у вас есть какой-то наработанный материал, который можно достаточно быстро подать в виде публикации, и вы в этом заинтересованы, и вы, например, встречаете информационное письмо, в котором очень близко уже к окончанию срок приема статьи. Что нужно сделать? Напишите организаторам вопрос, можно ли, сделайте там себе сколько дополнительных, 2-3 дня или сколько вам нужно дней за пределы этого срока. Чаще всего сейчас, это частая практика, когда изначально установленный срок потом продляется на 5-7 дней, может быть, даже на 2 недели. Понятно, что это связано, происходит тогда, когда статей не так много поступает. Обычно на крупных мероприятиях статей бывает, наоборот, очень много, и как бы не продляются сроки. Но если вы в индивидуальном порядке зададите такой вопрос, материалы конференции не подразумеваются, что они будут верстаться прямо на следующий день после того, как срок подачи статей закончился, то понятно, что вам дадут эту возможность. Поэтому не упускайте эту возможность, если она для вас важна. Сроки публикации материалов, это тоже архиважный критерий, особенно тем, кто завершает свой путь с точки зрения подготовки диссертации. Почему? Потому что вы уже ограничены в сроках. Если, предположим, вы участвуете в конференции, которая вот сейчас будет проходить, допустим, в октябре или в ноябре месяце, не на всех конференциях материалы выйдут к началу конференции. На большинстве, в большинстве конференций материалы будут опубликованы после того, как. И в некоторых информационных письмах прямо указано, что публикация, это сборник материалов будет опубликована, допустим, в июне 2023 года. А вы уже к этому моменту собираетесь выйти на обсуждение своей диссертации. Может, у вас вот последние-последние там правочки и все уже готово. Конечно, такая конференция, если вы в ней будете участвовать, вы не сможете эту публикацию себе в копилку взять, потому что она будет опубликована после того, как. Поэтому сроки здесь учитываем. Следующее – это, безусловно, расходы на участие. Но мало того, что мы живем с вами в реальной жизни, более того, я еще экономист, я не могу об этом не сказать, что путь подготовки диссертационного исследования, он достаточно не просто долгий, там достаточно трудный, но и достаточно затратный. Поэтому там, где мы с вами можем оптимизировать расходы, мы должны этим заниматься. То есть сейчас очень много проводится конференций, и не всегда есть необходимость участвовать в конференциях платных. Можно найти конференции, в которых не предусмотрен оргвизнос за участие, например, или нет платы за публикацию. То есть, либо, если, опять же, вы, например, пока еще не готовы коммуницировать или выступать, вы можете участвовать онлайн, что сэкономит вам деньги, которые бы вы потратили на поездку. То есть здесь вот не надо этого стесняться, это нормально абсолютно, когда вы разумно подходите, в том числе и к тем затратам, которые будут связаны с участием в научных мероприятиях. Потому что, когда мы говорим в теме, да, я заявила, вопрос, не будет ли это лишней тратой времени, то иногда конференция может оказаться лишней тратой денег. Когда вы поучаствовали, заплатили огромный оргвизнос, например, за какую-то публикацию, а потом либо эти публикации не вышли, либо они не индексированы там, где заявлялись. Ну, потому что такие организаторы, они просто с участников собрали деньги и сказали большое спасибо и до свидания. Друзья, я вынуждена рассказывать о реальной жизни, да, не просто о том, как бы хотелось. Такие сюжеты бывают и, соответственно, вы должны об этом знать. Поэтому, когда мы с вами выбираем, в какой, вообще участвовать мне в конференции или не участвовать, и в какой именно, чтобы это было для вас полезно, эффективно, то мы, конечно, стараемся использовать весь потенциал мероприятия. Если уж вы поедете, то тогда старайтесь и выступать, и публикацию сделать, и какие-то академические контакты расширить, то есть все, что может вам предоставить эта конференция, все использовать. Что касается поиска, да, где найти информацию о научных мероприятиях. Не собираюсь вам открывать какую-то страшную тайну, но тем не менее подсвечу эти моменты. Во-первых, узнаете, где у вас, если вы работаете в образовательной организации или в научной организации, всегда где-то рядом с научным отделом или с отделом аспирантуры, неважно, как у вас называется это структурное подразделение, есть информационная доска, куда могут вывешиваться информационные письма о конференциях. То есть не всегда даже надо идти на сайт, можно сделать все, что называется, по старинке, посмотреть и успеть поучаствовать на конференции. Если вы не хотите, не любите работать в дистанционной или работаете в других организациях, у вас нет такой информационной доски, значит, мы можем воспользоваться сайтом. На сайте мы с вами должны зайти в раздел, который посвящен науке. Неважно, на сайт образовательной или научной организации мы заходим, мы с вами ищем раздел наука. Ну вот я уж, коль скоро приводила пример из Уральского федерального университета, не стала по другим университетам ходить по другим сайтам и подсветила вам вот этот вот экран. Значит, когда мы заходим на главную страницу любого образовательного, любой образовательной организации, имеется в виду высшего образования, то у нас сайт имеет определенную структуру. Она задана, она примерно одинаковая. Поэтому наша с вами вкладочка это наука. Наука или научные мероприятия, ну то есть традиционно это наука. И вот когда мы попадаем на эту вкладку, мы с вами, пожалуйста, видим мероприятия. Более того, если вас интересует сегодня не тема разговора про гранты и конкурсы, но вы можете увидеть, что на сайте таких организаций в разделе наука можно найти информацию о грантах и конкурсах тоже. Ну и здесь, конечно, вот во вкладке мероприятия обычно мероприятия, которые проводит сама организация, плюс мероприятия либо партнеров, либо те мероприятия, которые данная организация считают достойными, чтобы разместить на своем сайте. Следующее. Можно использовать сайты организаций, которые ведут разработки в вашей теме. Что это значит? Ну то есть, это какие-то, если вы ищете прям профильное научное мероприятие. Ну, предположим, опять же, возвращаясь к моему рабочему месту. Институт экономики Уральского отделения Российской академии НОК, это ведущая научная организация, которая занимается, одна из ведущих в России на Урале точно, которая занимается вопросами исследования в области региональной экономики. Поэтому, например, если вы пишете по региональной экономике диссертацию, неважно, кандидатскую или докторскую, и вы хотите погрузиться в тему, вы можете зайти на сайт подобной организации и посмотреть, какие мероприятия там проводятся. То есть, здесь вы точно, то есть, например, на сайт вуза вы зайдете, там могут быть масса различных мероприятий, которые к вам отношения вообще никакого не имеют, просто потому, что в вузе, например, нет профиля и нет подготовки по вашей специальности. Ну, вы со временем себе вот эту вот подборку составите, где эти мероприятия проходят, которые вас интересуют. Ну, вот, например, в профильных организациях вы это можете сделать. Опять же, если говорим про наш сайт, то заходим в раздел мероприятия и у нас, пожалуйста, есть и семинары, и те мероприятия, которые проводит Институт экономики, все здесь есть. В одном месте все конференции и ближайшая конференция, которая будет, и которые прошли, можно посмотреть, какие были, для того, чтобы взять себе на заметку, то, что, а, вот, я теперь знаю, что здесь там раз в год проводится такая-то конференция. Более того, на сайте, вчера я, не припомню, по-моему, по-моему, Ранхикс, сайт Ранхикса, я искала информацию там совершенно по своим делам и увидела тоже, что у них проходит мероприятие, и у них прямо под текущим мероприятием, то есть, которая будет, размещены сборники предыдущих мероприятий, аналогичных вот этих конференций предыдущих лет. Это прекрасная возможность, если вот вы ищете профильные мероприятия, не просто любые конференции, посмотреть вообще, что в исследовательском мире происходит в вашей теме, сделать это достаточно просто и удобно. То есть, не через поиск, не через библиотеку, а прямо через сайты профильных организаций, которые для вас являются значимыми, потому что ведут исследования в этой же сфере. Ну и, естественно, друзья, как вы видите, очень много различных нюансов, о которых мы говорим, и поиск мероприятий можно проводить еще на агрегаторах информации. То есть, это такие сайты, где собирается информация о различных мероприятиях. Как они выглядят? Этих агрегаторов масса. У меня не стоит задачи сегодня вам показать все из них или сказать, какие лучше, какие хуже. Здесь нужно опытным путем, что называется, пробовать и искать эту информацию. Один из самых старых, наверное, ну, я его помню еще вообще не знаю с каких лет, сайт конференции.ру, что здесь, какие нюансы есть. Когда вы заходите на этот сайт, это главная страница, я сделала скрин, главные страницы этого ресурса, вы попадаете на перечень конференций, которые отмечены вот таким ярлычком. И здесь, если мы с вами начнем смотреть, кто как раз на организаторов, кто организовывает конференции, то тут какие-то непонятные вообще организаторы научно-издательский центр, что тут актуально-фере, какая-то наука и просвещение, и ЦНС, что это вообще, кто это вообще, да, и они находятся на главном сайте. Почему? На главной странице сайта. Почему? Потому что это объявление платное. Для того, чтобы увидеть, здесь, вы спросите, есть тут нормальные объявления? Есть. Но их нужно знать, как искать. Как упростить поиск? Во-первых, на этом сайте есть вот такой рубрика. То есть, вы выбираете свою область исследований, там, неважно, юриспруденция, экономика, география, что угодно, выбираете. И у вас открывается своя страничка. И там, на этой страничке, вы уходите в самые низ странички. И как на многостраничных сайтах, на многих, есть номера страниц внизу указаны. Так вот, если вы внутри своего раздела будете искать, то надо уходить где-нибудь на четвертую, пятую страницу, и там все нормально. Там начинаются конференции вузов, нормальных, существующих в жизни кафедр, а не вот это вот все ООО «Непонятно что». Если вы с центрального экрана будете искать, сразу обращаю ваше внимание, что тут будут конференции по всем темам, по разным, то есть это вы долго будете поиск осуществлять, вам надо будет еще отбор сделать, то можно уходить где-нибудь в страничку на четырнадцатую, пятнадцатую, там начинаются нормальные информационные письма, нормальная информация. Но я, конечно, вам рекомендую однозначно пользоваться рубрикатором, это сэкономит вам время, во-первых, во-вторых, вы найдете те мероприятия, которые отвечают вашему запросу, а не просто любые конференции. Ну, сейчас, может быть, менее актуально, но все же, если есть необходимость опубликоваться в таких конференциях, которые затем будут индексироваться в международных базах, скопус, вебовсайенс, тоже есть агрегаторы конференции, где эти конференции указаны. И, пожалуйста, мы здесь, находясь в этом агрегаторе, мы видим, кто проводит и какие будут особенности у этой публикации. То есть, опять же, конференция, кто проводит и так далее. Здесь мы видим, что все-таки это научные и образовательные организации представлены сразу же. Это прям первый слайд, который после моего поиска возник, я задала определенный запрос и получила вот этот слайд. Я обращаю ваше внимание, что здесь очень удобно. Мало того, что вы понимаете, в какие сроки будет проходить конференция, вы сразу же видите, до какого срока идет прием публикации. И вот зелененький ярлычок означает, что туда еще можно подать материалы. Обращаю ваше внимание, друзья, что если вы начинающий исследователь, вы просто защищаете, планируете защитить кандидатскую диссертацию. Мы сейчас не говорим о том, что вам в трудовом контракте положено иметь публикации индексируемой в международных базах. Если мы говорим просто, вы исследователь и хотите защитить кандидатскую диссертацию, нет необходимости, нет необходимости для того, в том, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Да, может случиться так, что какой-то диссертационный совет предпочитает, чтобы такие публикации были. Но тогда нужно понять, да, нужно выяснить это, как это сделать. Я сейчас на данном вебинаре рассказывать не буду, рассказываю это в курсе, поэтому выяснить это нужно, понять, и тогда уже принимать решение, потому что эти публикации, индексация этих публикаций происходит обычно намного дольше, чем индексация в РИНС, например, стандартная. Второе, эти публикации намного более дорогие, чем публикации в обычных конференциях, где можно вообще найти бесплатные варианты. Поэтому здесь требования здесь могут быть более жесткие. Перевести на иностранный язык нужно будет вашу публикацию. Это все деньги, время, ваши усилия, и если мы говорим о некой эффективности подготовки диссертации, то такие публикации для аспирантов, не являются обязательными и, соответственно, не стоит вот на это не стоит тратить время, если только у вас не какие-то особенные есть обстоятельства по этому поводу. Что касается нюансов, вот мы сейчас с вами говорим о там вот на это обратите внимание, вот на это обратите внимание, но мы говорим сегодня только о конференции, а на самом деле на пути подготовки диссертации весь ваш путь это сплошные нюансы. Поэтому, если вам они неизвестны, если вы хотите о них узнать, если вы хотите, чтобы ваш путь был более понятен для вас, вообще понять, что вас в принципе ждет впереди, как у нас на курсе, на сайте курса есть отзывы, если вы их посмотрите, то там многие участники написали, что наконец-то они теперь вообще такое ощущение, что они прошли как будто этот путь уже, то есть им открылся этот путь, они теперь понимают, что их ждет впереди и что с этим всем делать, чтобы этот путь преодолеть. Поэтому, если у вас есть запрос по этому поводу, если вы пишете диссертацию или хотите бросить, но хотели бросить, но даете себе один шанс или решаете, надо ли мне или не надо, я вас с удовольствием приглашаю на свой курс технологии подготовки успешной диссертации, курс практикоориентированный, вы получите все самое актуальное, то есть каждому курсу, даже если мы не анонсируем, что там обновленный курс, курс каждый раз обновляется, более того, каждый поток курса, я узнаю, какой запрос слушателей есть по этому курсу, и даже какие-то темы могу адаптировать под конкретных слушателей, поэтому этот курс тоже не повторяется, что вот он прям один и тот же, один и тот же, нет, каждая группа это какая-то своя отдельная история. Здесь мы с вами рассматриваем массу тем, у нас будет 10 тем вообще о том, что такое диссертация, какая впереди вас дорога ожидает, какие этапы, какие пути, как спланировать ваш маршрут и с точки зрения времени, и с точки зрения содержательных работ, с чего начинается диссертация, как вообще ее грамотно нужно начинать и выстраивать ее логику. По литературе, безусловно, будет большущая тема. Тема по публикациям и выступлениям с дополнительными нюансами и материалами, которые я предоставлю участникам. Безусловно, как без этого мы будем говорить о том, как сделать текст диссертации ярче, как сформулировать новизну. Автореферат это неотъемлемая часть подготовки вашей диссертации. Многие считают, что это просто некий сокращенный вариант диссертации, это не совсем так, поэтому будем говорить о том, как его написать. Ну и, безусловно, написать диссертацию недостаточно, ее нужно защитить, ее нужно подготовить к защите себя, нужно подготовить к защите и пройти эту процедуру. Поэтому, безусловно, эти темы не могли не войти в курс, они завершают курс для того, чтобы у вас было все представление о вашем пути. Так, Ольга, почему-то я не вижу полностью... А, вот, появился. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще возможность на текст, можно записываться на активного. Ольга, давайте так, вот если вы были на... Татьяна давала в начале вебинара ссылочку на страницу курса, если вы туда зашли, вы увидели, что там есть три формата участия, слушатель, активный слушатель и VIP. Значит, что касается слушателя, это как раз больше для тех людей, которые хотят, ну, знаете, как бы себя проверить. Вот я вроде все знаю, но вот там я когда-то... Даже вот докторантов у нас очень много приходит. Почему? Потому что человек свой путь уже проходил, но проходил когда-то давно. Ему нужно просто освежить, ему нужно просто понять, да? И, в общем, как бы он уже... Ему кажется, что он все знает, понимает, ему какой-то обратной связи не надо. Это тогда просто слушатель. Активный слушатель это вообще самый лучший вариант. Вообще в любом курсе, как вы всегда понимаете, самое ценное это обратная связь. Это когда тебе отвечают на твои конкретные вопросы, потому что вопросы появляются по мере того, как вы будете проходить каждую тему, у вас будет появляться масса вопросов. Поэтому независимо от того, есть у вас текст, нет у вас текста, или вы будете начинать его писать прямо на курсе, у нас такое есть, такие участники, то, безусловно, конечно, стоит брать с обратной связью, потому что я сразу подкорректирую ваше направление, ваше движение, чтобы оно было более целенаправлено. Ну и если вас интересуют еще индивидуальные встречи со мной, то тогда третий формат участия. Хорошо, друзья, продолжаем. Выступать или не выступать, когда вы решаете этот вопрос, на что вам нужно обратить внимание? На то, что в принципе у нас есть несколько форматов участия в научных мероприятиях. Мы можем участвовать с докладом, независимо от того, очным или онлайн. Мы можем участвовать без доклада, то есть мы можем прийти просто послушать, без публикации и без доклада, просто слушать. И третий вариант, это когда я не участвую физически, но я пишу публикацию. Такое участие называется заочный участие. Я даже слушать не буду. И такое участие очень часто бывает на заочных конференциях, потому что там другого участия не предполагается. Что касается очного участия с докладом, вот для того, чтобы принять это решение, надо мне выступать или не надо, давайте рассмотрим вот эти варианты, когда вы можете доклад, в принципе, иметь, надо ли это делать. Смотрите, если вы участвуете очно с докладом, у вас есть возможность выбирать цели участия. То есть мы с вами про цели поговорили, вы можете все цели для себя взять, потому что вы будете докладчиком, вы и потренируетесь выступать, и представите свои результаты исследования, и получите обратную связь, с кем-то коммуницировать, начнете и так далее. Если мы говорим про выбор, да, мне страшно, например, говорите вы, выбирайте просто мероприятие по силам, не надо заявляться сразу на симпозиум на английском языке, возьмите какую-то конференцию профильную, которая проходит у вас на территории в соседнем вузе. Сходите туда, посмотрите, выступите на секционном каком-то заседании с небольшим докладом. В любом случае тренироваться надо выступать, то есть даже если вам страшно, выступать надо, просто не надо себя как бы заставлять это делать сию секунду. Кроме того, напоминаю вам, друзья, тем, кто знает, а тем, кто не знает, даю такую информацию, что участие в конференциях вы внесете в раздел апробация в автореферате и в введение вашей диссертации. Поэтому, когда мне говорят, а я вообще не буду участвовать в конференциях, я тогда задаюсь вопросом, а что вы напишите в разделе апробация? Ну, у меня лично есть ответ на этот вопрос, но у людей обычно нет ответа на этот вопрос, поэтому участвуем на конференциях хотя бы ради этого. Ну, и кроме того, у вас есть возможность, очень ценная возможность, вот так же, как я сейчас про курс говорила, да, у вас есть возможность получить обратную связь либо по докладу, либо по статье, потому что по докладу вы можете сразу же получить в качестве вопросов каких-то, да, или можете спросить даже чего-то мнения, а по статье, когда вы опубликовались, вы можете тоже написать, например, своим коллегам, которые участвовали, для того, чтобы понять их оценку. Что касается заочного участия без доклада. Первое, с чего я хочу сказать, что если это заочная конференция в принципе, то здесь больше шансов на то, что это конференция плохая, скажем так, конференция, в которой не стоит тратить время и участвовать. Что здесь нам важно понимать по заочному участию? Если вот вы совсем-совсем начинающий, то да, тогда можно участвовать без доклада, тогда можно написать статью, то есть попробовать написать статью хотя бы, но не выступать. Либо участвуем в заочных конференциях или с помощью заочного участия в конференциях принимаем участие, когда вам нужна только публикация. Вот вы уже 20 раз выступали, вы уже знаете, как выступать, но публикация вам нужна. Вы, например, что-то внутри своего исследования еще новенького накопали и хотите это застолбить за собой. Все, вы готовите только публикацию, сэкономите время, деньги, что называется, а цель свою достигнете. Еще какой момент, почему предостерегаю от заочного участия без докладов, то есть когда вы участвуете только публикацией, потому что сейчас многие конференции индексируются в РИНС, и что происходит, когда становится понятно, что это конференция, а РИНС очень сейчас активно чистится от таких низкосортных конференций. И поэтому что происходит? Вы поучаствовали, посчитали, что эта конференция нормальная, а ее потом из РИНСа исключили. Опять, я говорю, что для вас, как и для аспиранта или докторанта, индексируется материал конференции в РИНС или не индексируется, в принципе, принципиального значения не имеет. Но это как некий маркер некой слабости этого мероприятия. Поэтому не стоит. Ну и, конечно, если вы участвуете заочно, вы только публикацию подготовили, и все, вы туда не пошли, не выступать, не в принципе не пришли на конференцию, то вы только одну цель свою достигли, все остальное вы не охватили. То есть весь потенциал научного мероприятия вы не раскрыли. Поэтому, конечно, если вы спросите меня, надо ли выступать, выступать надо. Как начать выступать? Ну, во-первых, если вы, сейчас сразу же оговорюсь о еще таком моменте. Вот мы, люди, которые пишут диссертации, очень часто это люди либо из образования, либо из науки, редко когда-то практики, ну, реже, скажем так. И вот у преподавателей есть такое заблуждение, что мне вообще выступать не надо, я выступаю перед студентами ежедневно на лекциях, семинарах и так далее. Друзья, это абсолютно разные вещи. Когда вы ведете лекцию перед студентами, я сама 18 лет работала преподавателем, могу с полной ответственностью сказать, что это не одно и то же. Когда вы выступаете перед студентами, вы выступаете перед людьми, которые не знают столько, сколько вы. Они не могут вам задать нормальные вопросы, да и часто не хотят. То есть это выступление такое в одни ворота. Когда вы выступаете на любом научном мероприятии, научное мероприятие, оно на то и научное, что оно подразумевает некую дискуссию, некое обсуждение. И поэтому, безусловно, вот эта обратная связь, вот эти вопросы будут вам заданы. Ну и естественно, когда мы говорим о научном мероприятии, мы все-таки подразумеваем, что аудитория, которая там будет собираться, это все-таки аудитория, уже вовлеченная в научные исследования, эта аудитория уже более профессионально может оценить ваше выступление, содержание этого выступления, результаты вашего научного исследования. Поэтому, если вам страшно, но надо начинать, начинайте с простых мероприятий и со знакомой аудитории. Попроситесь выступить на заседании кафедры, потом попроситесь выступить на научном семинаре, то есть на каких-то вот таких мероприятиях, где, ну, не так страшно. Ну и, конечно, надо стараться на вот в начале своего пути с точки зрения доклада, презентации своих результатов, все-таки создать ситуацию успеха. Поэтому докладывайте о тех аспектах темы, в которых вы уже уверены, вы их проверили, вы их с научным руководителем, с научным консультантом обсудили, все, можно их представлять научной общественности, не ранее. Если вы в чем-то сомневаетесь, есть, кстати, такие мероприятия, когда доклад построен, ну, из серии коллеги, а давайте обсудим. Вот мы пришли к таким-то результатам, и вот нам бы хотелось получить обратную связь, может быть, даже собрать какую-то критику. Но это явно не для начинающих, друзья. Да, если вы уже продвинутый исследователь, если вы пишете докторскую диссертацию, пожалуйста, это прекрасный вариант выступлений, когда вы можете презентовать свои результаты с целью их обсуждения, а не с целью того, чтобы показать, вот у меня уже все готово, я вам просто об этом рассказываю. Ну и, конечно, для того, чтобы начать выступать, надо созреть. Это не зависит от того, продвинутый вы исследователь или начинающий, созреть внутри своей темы. То есть в тему нужно в достаточной степени погрузиться, чтобы вы не боялись вопросов по этой теме, чтобы вы не растерялись, потому что, естественно, вопросы будут задаваться не о погоде, о природе, а о сути вашего доклада, поэтому здесь не торопитесь, лучше вникните в тему, придет время и начнете выступать. Ну и, конечно, как нам сделать так, чтобы весь имеющийся потенциал научного мероприятия для себя, для продвижения в диссертации, в своем научном исследовании использовать? Что нам нужно учитывать? Во-первых, почему я за то, чтобы участвовать в конференциях, симпозиумах и прочих научных мероприятиях по максимуму, то есть точно с выступлениями со всем-со всем? Потому что у вас есть возможность потренироваться. Потренироваться, во-первых, говорить о своей теме, вот то, о чем я начинала в самом начале вебинара, даже просто проговаривать, правильно произносить, ударение ставить в тех терминах, которые вы используете. Наука не такая, научный язык не такой простой, поэтому, естественно, на нем надо учиться говорить. Кроме того, раз вы будете делать доклад, вы будете готовить научную презентацию, необычную презентацию, заодно получитесь это делать. Кроме того, у вас будет необходимость провести самопрезентацию во время выступления, если вы знаете, как это делать, обратите на это внимание, если не знаете, приходите на курс, расскажу. Ну и, естественно, у вас появится возможность контактировать со слушателями через ответы на вопросы, в принципе, контактировать, в том числе, зрительно, да, то есть выстраивать вот этот контакт, эти навыки вам невероятно пригодятся во время защиты, поэтому это точно время, не потраченное зря, это точно все в вашу копилочку. Кроме того, конечно, на любой конференции, правильно подобранной, тематической, профильной для вас конференции, вы можете углубиться в свою тему. Вы можете послушать выступления ведущих исследователей, авторитетных авторов в своей научной тематике. Вы можете им задать какие-то вопросы, то есть даже если вы не выступаете, у вас есть возможность понять, углубиться в то, что вам самому не получается сделать индивидуально, без всяких консультаций, просто в рамках конференции понять ответы на эти вопросы. Ну, естественно, у вас вы можете посмотреть, какой инструментарий, какие методы используют другие исследователи в рамках своих тем, и посмотреть, а могу ли я что-то подобное взять в свою тему. Это очень классный вообще способ продвинуться в своей теме. Я вспоминаю, когда я писала докторскую диссертацию, я еще тогда не работала в Российской Академии Наук, но там проходил форум, Всероссийский форум по региональной экономике. И я на него он проходил. Летом я на него поехала, для меня это было просто невероятно полезное мероприятие, потому что именно с точки зрения, то есть это не какой-то плагиат, там темы вообще другие были, не связанные с моей темой, но я посмотрела, как мысль исследовательская идет внутри темы, и это мне дало продвижение внутри своего исследования. Ну и безусловно, это прекрасная возможность познакомиться с экспертами, со специалистами в вашей теме, лично, обменяться визитками, договориться о сотрудничестве, соавторстве, или просто изначально там сказать, что я занимаюсь исследованием в такой-то теме, когда я подготовлю диссертацию, могу ли я обратиться к вам за отзывом, например. То есть это очень-очень полезная вещь. Опять же, мы говорим на курсе о коммуникациях, насколько большое они значение имеют, как их правильно выстраивать, для чего, то есть опять же, не просто так, лишь бы общаться, а целево под вот ваш проект, ваше движение к защите. Ну и, безусловно, вы можете благодаря участию в конференциях протестировать вашу готовность к защите. То есть, если вы выступаете, вы можете попросить, чтобы кто-то записал ваше выступление и посмотреть на себя со стороны. Вы можете оценить свое выступление, как вы держались, вы можете оценить суть своего доклада, вы можете оценить свою презентацию, как она смотрелась на фоне других докладчиков, например. Кроме того, вы можете для себя понять. Вообще, вы волновались, не волновались, что вызвало волнение? Можете, как только вы про это узнаете, вы можете определенные для себя выработать методы, как преодолевать это. Мы, кстати, тоже об этом говорим. Определяйте для себя, какие вопросы для вас могут быть сложными, какой тип вопросов, который вам задавался, участниками, например, вызвал у вас наибольшее затруднение. Ну и, конечно, мы люди, мы производим или не производим впечатление на слушателей. Вы можете оценить, насколько вы сами себя чувствовали, уверенно, понравилось ли вам самим свое выступление или нет, и насколько слушатели включились, насколько они вас слушали или болтали, сидели, им было неинтересно. Это тоже важно для того, чтобы понимать, владеете ли вы аудитории. Ну и, конечно, все это ведет к тому, что вы увидите те точки роста и направления, по которым вам нужно потренироваться, подготовиться для того, чтобы участвовать в следующих научных мероприятиях, ну и в самом главном научном мероприятии в защите своей диссертационной работы. Поэтому, подводя итог нашей сегодняшней встречи и нашей теме, я бы хотела сказать, что научные мероприятия в любом их виде, хоть для аспиранта, хоть для докторанта, это крайне полезные мероприятия. Не надо думать, что вы потратите зря время, но вы его зря не потратите в том случае, если вы будете действовать вот по тем критериям и неким алгоритмам, о которых мы сегодня говорили. То есть вы подберете себе научное мероприятие под свои цели. Вот тогда все получится и тогда это, безусловно, пойдет в копилочку к вашим достижениям и к вашему продвижению, к вашей яркой защите. Ну и, друзья, в заключении я бы хотела сказать, что буду очень рада вас видеть на следующем вебинаре. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат, я с удовольствием отвечу. Если вопросов нет, покажите мне, пожалуйста, огоньками, насколько вам было полезно то, что мы с вами сегодня обсуждали. Для меня это тоже очень важно. Следующий вебинар у нас будет 27 октября. Благодарю вас, друзья, очень приятна ваша поддержка и цена. Мы будем говорить о РИНС и Е-Лайбрари, как их использовать, вообще какие есть возможности для авторов исследователей, не только для аспирантов и докторантов, вообще в принципе для тех, кто занимается научными исследованиями. Кроме того, я, безусловно, напоминаю о том, что 8 ноября у нас стартует курс. Я буду очень рада вас видеть. Помогаю как могу, все, что знаю, все рассказываю, поэтому приходите, однозначно будет интересно и очень полезно. Ну и, конечно, если вы хотите просто видеть какую-то информацию, которая полезна для аспирантов и докторантов, присоединяйтесь к моей открытой группе, сразу признаюсь, что она долгое время была в таком немножко запущенном состоянии, сейчас я ее буду восстанавливать, поэтому давайте делать это вместе, подбрасывайте мне темы, которые вам интересны, и я буду делать посты по этому поводу. Так, вопросы. Так, 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 был на вашем курсе, если получится по времени, хотел бы пройти еще. Всем рекомендую, очень познавательно через вебинар, благодарю, благодарю, Борис. Да, можно присоединиться, это не, нередко такая ситуация, потому что, например, человек почувствовал, что внутри курса он движется, то есть он, выполняя задания, продвигается в своей диссертации, курс у нас проходит два раза в году, и когда следующий курс идет, человек считает, что ему нужно еще раз присоединиться. Пожалуйста, действительно, без всякого преувеличения курс будет очень для вас полезен. Ну что, друзья, я благодарю вас, что вы разделили это время со мной, я рада, что я была для вас полезна, информация для вас тоже ценная. Всего доброго, увидимся 27 числа и на курсе. Всем хорошего дня, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»